здравствуйте мои дорогие подписчики на канале голова садовая ну очки у меня все те же самые но ничего не вижу вообще как крот то ли от старости от лекарств значит что я хочу сказать тема такая очень щекотливая вы же понимаете что иногда на даче в саду там пропадают и деревья и кустарники и купить это все не всегда удается не потому что жаба давит а просто не всегда удается так есть простой метод черенкование ну кто-то из вас скажет но конечно яблоню там грушу до черенковать а вот представьте себе что это достаточно просто вы можете ну но можете думать что это тяжело на самом деле нет черенковать и можно главное по времени определиться главное ничего не перепутать если у вас появится желание после вот этого видео вы мне напишите хочу услышать там про то то про то то и я эту тему разовью так вот яблони и груша прекрасно черенкуются но это будут корни собственные яблони и груши не привитые на дичку на парадиску а у них свои корни так вот именно у этого растения вы можете да они дают много корневой поросли но дело в том что любой росток из этой корневой поросли будет нести те же яблоки и те же груши его не надо прививать а вот если не делать деревом никаких пакостей в кроне да если не будет каких-то погодных особых катаклизм тогда корневой поросли не будет так много и ваша задача помнить что если корневая поросль выросла у корни собственной яблони или груши брать отростки надо как можно дальше от ее ствола чтобы не повредить и основные корни и на зиму закрывать садовым мусором вот это вот все который называется корневой системой также как у гортензии она тоже корни собственные у нее тоже страдает корневая система от холода а у яблони основные корни находятся как бы до за проекцией кроны вот укрытие нужно и там очень хорошие так чтобы снегом заносило ну сделайте такой борт горб из мусора господи до мусора всегда о завались на даче садового я имею ввиду такая как же обойтись с другими растениями что можно черенковать еще можно черенковать абрикосы сливы можно черенковать смородины крыжовники через этот господи боже мой жимолость вот совсем как уйдет из головы слова так и не знаешь где его взять значит это и это все я вам рассказывала но черенки надо снимать как можно раньше либо сейчас либо зеленые черенки это июнь месяц когда у нас вот такие приросты зеленые и зеленый черенок сказать кстати укореняется гораздо легче поэтому если вы соберетесь восстановить там пропавшие кусты своего сада любой декоративное растение любое услышьте меня прекрасно черенкуется задавайте мне вопросы а уж я вам разложу по полочкам все что вы хотите знать про любое из растений в вашем саду ну и в цветниках тоже там тоже все хорошо черенкуется крепко целую обнимаю ваша репка